в какой-то момент возникло ощущение что мы никому не нужны не мы не наши дети не тем более наши проблемы те системы которые существовали на тот момент нашим требованиям не отвечали и нам пришлось создавать что-то свое человеческая натура такова что мы ждем что за нас сделают всю работу это не наш случай нам пришлось все делать самим никто не хочет выходить за пределы своей раковины никто не хочет брать на себя ответственность ответственность на самом деле огромная за несколько лет эта модель была создана отработана нам нравится мы ищем баланс ту золотую середину с одной стороны это возможности современного общества у нас есть все абсолютно все для комфортного пребывания в любой среде и это ослабляет возможность критически мыслить с другой стороны какая должна быть среда и какой силы в нее погружение чтобы человек ощутил ту важность общения в социуме в котором глоток воды или чашка горячего чая могут стать бесценны какой предел погружения человека в эту среду ведь это это погружение в безысходность при всем наличии технических средств и современной экипировки вы все равно можете ощутить безысходность и выход из этого состояния это как волшебство именно в этот момент психики происходят изменения трансформация то слово которое вам так очень нравится в этот момент происходит расширение вашего сознания и это как разговор с богом трансформация то слово так Спортивный туризм – это спорт уникальный. Он воспитывает в нас человеческие качества. Вряд ли он когда-нибудь войдет в Олимпийскую систему. Ведь если мы возьмем голую суть любого спорта, мы увидим, что он развивает в людях всего два основных качества. Это преданность себе или своей команде, если это командный вид спорта. И агрессия по отношению к команде оппонента. Все остальное уже оболочка. Нам показывают, что мы грубы, слабы, завистливы. Я думаю, что единственный эффективный способ существования – это жизнь в постоянной конкуренции с другим. Единственная твоя возможность подвинуться вперед – это уничтожить оппонента. Подавить его, раздавить морально, физически, психологически, как угодно. И за тысячелетия мы никуда не продвинулись. Мы продолжаем сражаться друг с другом. Либо на поле боя, либо на стадионе. Посмотрите, как развивается игровой спорт. Нам говорят, что такова природа человека. Игровые командные виды спорта хороши для развития очень важного навыка. Такое, как разделение на свой-чужой. Это важно для выживания в определенных условиях. А как ты отличишь своего от чужого? На нем просто будет футболка другого цвета. Этого будет достаточно уже в оперативной обстановке. Правда? Я не говорю, что командный спорт – это плохо. Я лишь раскрываю вам суть. Спортивный туризм – это тоже командный вид спорта. Но его суть совершенно иная. Суть спортивного туризма – это коммуникация, взаимодействие друг с другом. Команды могут быть разные. Мы можем быть абсолютно интернациональными. В одном и том же районе могут работать несколько команд. Мы идем по одному и тому же маршруту. Это могут быть русские, украинцы, белорусы, американцы, немцы, шведы. Абсолютно неважно. Мы все равно будем договариваться друг с другом, кто пойдет первый, второй, третий. И мы точно не будем бросать друг другу камни на голову. Тут реально нужно смотреть под ноги, под руки. И если случится беда, то на помощь придут не свои или чужие, а те, кто находятся рядом. Если кому-то сложно, ничего зазорного тут нету, ничего мы тебе поможем. И это тоже природа человека. Туризм – это спорт профессионалов. Я не хочу, чтобы это звучало пафосно, но у детей даже перед самым простым автономным выходом уже должны быть сформированы профессиональные навыки командной работы. На поле, на стадионе, в зале вы можете позволить себе грубые ошибки. Но когда вы уходите от людей на десятки километров, у вас нет связи, у вас нет права на эту ошибку. Наши дети не то, чтобы пошли по нашим стопам. Мы сами их туда потащили. Может быть, в какой-то момент даже против их воли. И я еще не встречал детей, которые сами бы захотели оказаться в тех условиях. Им нужен живой пример. Они должны наблюдать процесс формирования решений в нашей голове. А свои ржавые истории о том, что у вас было замечательное детство, вы бегали, лазили по деревьям, можете оставить в прошлом. Так это не работает. Надо сейчас показывать. Надо сейчас вставать, брать свои больные суставы, спину. Забывать об этом и идти. Дети учатся на живом примере. В этом есть один очень важный плюс. Когда человек с детства впитывает в себя идеалы, основанные на взаимовыручке, на дружелюбном отношении друг к другу, такой человек будет формировать вокруг себя среду, основанную на этих идеалах. Я перед выходами редко сплю. Неважно, что это, маш-бросок по пересеченной местности на 50 километров или обычная прогулка по оборудованной экотропе. Мозг до последнего момента ищет решение, чтобы не идти. Вы наблюдаете за всем этим психосоматическим фейерверком, который происходит внутри. Колени ломит, голова болит, горло, поднимается температура. Полный набор. Себя ломать приходится постоянно. Если я не буду ломать себя, то разве могу я требовать этого от своего ребенка? Если вы требуете чего-то от своих детей, вы должны заниматься их воспитанием. В противном случае у вас нет права требовать. Мы за этим туда и идем. Чтобы дети видели, у меня должно хватить ресурсы и на себя, и на них. Двигаемся. Основная поддержка – это создание психологического комфорта. И это своеобразная эмоциональная гигиена. Вы должны вовремя надавить на него и должны вовремя его поддержать. В нашей команде люди взрослые, опытные, самодостаточные. И опытные, в первую очередь, с точки зрения жизни. Это позволяет создавать систему сбалансированную, грамотно построенную, внимательную к деталям и к различным мелочам. КОНЕЦ 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 Эй, люди! Спасибо.